Чейцо Затопленное «После адского сезона на работе самое то. Днем помочь чутка тетке по огороду, потом в душе вперед, наслаждаться красотами родного края. Главное, не забыть мясо с утра замариновать». Купаться ездили на Новосибирское водохранилище, где заброшенный водозабор, подальше от людных мест. Если вы сами оттуда, то знайте, там еще здоровенная такая бетонная дура на берегу стоит, цилиндр размером с дом, сложный из плит. Местные его колизеем называют. Благо, бодренькая Серегина Нио позволяла добраться, а то дороги там не очень, мягко говоря. Зато лес чудесный, вода почти без водорослей и нет лишних глаз. Вот там-то, на этом райском берегу, Светка с Эльдаром и кончились, и я вместе с ними за малым не остался. Ни Сергей, ни менты мне тогда не поверили. Напрямую не обвиняли, но смотрели странно. Мусора еще ладно, а вот Сереге я этого до конца так и не простил. Еще общаемся с ним, а куда деваться? Ведь работаем в одной конторе. Но дружба после того лета куда-то подевалась. Наверное, тоже там осталась. В сырых коридорах, под поверхностью водохранилища. Первый это, заметила Светка. Не зря Эльдар ее глазастый называл. Она уже сбросила шорты с футболкой и осталась в купальнике. Ой, это чего там, плод какой-то, что ли? Я как раз выгружал рюкзаки и снарягу из багажника. Выпрямился, прикрыл глаза ладонью, посмотрел. Вода на солнце сильно блестела, толком ничего не разобрать. Но вижу... что-то черное вдалеке. Типа платформы. В том месте водохранилище не очень широкое. Противоположный берег видно это к темной полосой. А эта хрень была ближе к нашему пляжу. Метра где-то в шестистах. Может и плод? Да не, маловат. Потом посмотрим. Помоги лучше. Палатку умеешь ставить? Она, естественно, не умела. Но додел там немного. Шесть рук быстро разбили лагерь, поставили две палатки. Одну для нас с серым, вторую для голубков. На другой стороне поляны, чтобы не мешали нам спать своей романтикой. В тот раз мы планировали провести на берегу две-три ночи. Ну, или пока комары не сожжут. Сразу натянули тент, сложили очаг из кирпичей, нарубили дров на первое время и пошли купаться. Выпили чуток, понятное дело. Короче, про плод этот. Вспомнили только на закате. А ты свой бинокль не прихватил случайно? Серый щурился, пытаясь рассмотреть темный предмет среди волн. Не, на столе остался. Давайте просто доплывем да поглядим, предложил Эльдар. Я как раз приземлился на бревно и стругал палочку дедовской финкой, без которой в походы не хожу. И что-то делать было категорически лень. Я так и сказал. Лень мне. Лодку еще надуть надо. Да чего там плыть-то? Так доберемся своим ходом. Интересно же. Сдурел? Я тебе дам своим ходом. Сполошилась света. Не пущу. Не, Эльдар. Присоединился я к голосу разума. Тут далековато все же. А я не КМС по плаванию. Плюс выпили уже. Темнеет. Паша, а птичка твоя где? Заводи. Полетаем. Паша, это я. А птичка у меня в любой поездке с собой. Да и полетать всегда готов, чего уж. Сладил в палатку. Распаковал свою гордость. Китайский Фимми Х-8. Взлетел. Отошли в тень под деревья, чтобы не бликовал экран. Повел низко над водой. Ничего. 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 Вот оно. Мы его увидели. Да ни черта мы толком не увидели на самом деле. Еще и видео начало тормозить. Я забеспокоился, как бы не потерять коптер. Паш, это че такое? Эльдар наклонился над телефоном, загородив мне при этом обзор вихрастой башкой. Вижу не больше твоего, даже меньше. Ты голову-то убери. Квадрат какой-то. Задумчиво пробормотало света. Как у Малевича. Действительно. По воде будто плыл совершенно плоский, полностью черный квадрат. Спустись пониже. Спустись пониже. Куда уж ниже-то. Но я все же снизился. Буквально до метра. Солнца еще хватало. Но поверхность геометрически идеального квадрата оставалась чернее ночи. Хотя... Это... Это что, ступеньки там? Чуваки. Да это люк какой-то, офигеть. Да. Это был долбанный люк. Прямо посреди воды. В свете садящегося солнца я успел разглядеть железную стенку всю в подтеках и уходящий куда-то вниз ряд ржавых скоб, прежде чем картинка окончательно превратилась в лайт-шоу и прервалась. Матерясь, я осталась тервенела жать на кнопку возврата домой и высматривать над водой свою птичку. Но хрен там плавал. Соединение потеряно. Долбанный караул. Серег, тащи насос, будем лодку качать. Прямо сейчас, что ли? Нет, бля, через неделю. Ты знаешь, сколько такой коптер стоит? Даже бэушный. Он, наверное, прямо в эту дырку упал. Света сочувственно смотрел на мои метания по берегу. Мог и уцелеть. От капель там есть защита, но если в воду сел, то кранты. Расстройству моему, должен сказать, не было предела. Подошел Серый с компрессором. Я снял с крыши Нива лодку. Когда надулась, бегом поволок ее к воде. Я с тобой сплаваю. Вызвался Сергей. Ладно, я на веслах. Черт, фонарь же еще нужен. Я снова нырнул в палатку. Осторожней там, мальчики. Мы пока костер разведем, полян накроем. Добро. Мы быстро. Веслами я махал, как полоумный. Так что минут через десять были уже на месте. Хотя ветром лодку отнесло, чуть в сторону пришлось нагонять. Затянул налобный фонарик. Оперся о борт. И посмотрел вниз. В нос сразу шибануло сыростью. Но не как прежде. А застоявшейся. Зацветшей водой. И ржавым железом, как из старого коллектора. Такой неприятный запах. Солнце уже почти коснулось леса на противоположной стороне. Вода из голубой превратилась в оранжевую. Но на ней все так же четко и неестественно. Выделялся квадрат пустоты со стороной метра полтора. Он распахивался вровень с поверхностью воды. Так что она то и дело плескала через края и стекала по стенке со следами ржавчины и сварки. Ступени действительно были. Но никаких признаков решетки или крышки. И вообще ничего больше вокруг. Фонарик добивал метров на шесть в глубину, не достигая дна. Изнутри ощутимо тянуло холодом. Как думаешь? Спросил склонившийся рядом Серега. Это что за чертовщина? Без понятия. Часть вот забора, видимо. Или какой-нибудь там клапан сброса. Блин, да я не знаю. Я экономически заканчивал. Как-то не очень безопасно выглядит. Ты уверен, что... Уверен, уверен. Соврал я и перекинул ногу через борт. Ты главное тут подожди. Зацепись веслом за край, что ли. Только дно смотри, не порви. Залезть оказалось непросто. Я был босой. И острая кромка люка больно впилась в пятки. Стоило на нее опереться. Корячась как червяк, я все же нащупал ногой первую скобу, оказавшуюся почти ледяной, и начал спуск в холод и затхлую темноту. Это было очень странное ощущение. Ты вроде погружаешься в воду, но при этом остаешься сухой. Вот глаза оказались на уровне воды. Потом пошла сплошная стальная плита. Почти сразу звуки снаружи как отрезало. Я слышал только плеск переливающихся через край волн и звук падающих капель далеко внизу, отдающийся многократным эхом и оттого какой-то странный. И еще свое дыхание. Я монотонно перебирал руками, то и дело посматривая вниз. Но дна было по-прежнему не видать. Кожа покрылась мурашками, то ли от перепада температуры, то ли от неприятной обстановки. Вспомнилось не кстати, как пацанами лазили по подвалам стройка всяким теплотрассом. Один нытик с нашего двора там упал, и рука, соскользнувшая между труб, сломалась в трех местах. Это нам потом уже рассказали, что в трех местах. А тогда он так на руке и повис. Благо, почти сразу вырубился от боли. Доставали его пожарники из соседней части, куда мы с криками побежали за помощью. Ох, и всыпали же нам тогда. Зацепившись за скобу локтем, я вытер салбопот и снова глянул вниз. Ничего, кроме очередного участка квадратной шахты, не углядел. Да какая же тут глубина-то, а? И тут раздался, отражаясь от стенок. Невнятный то ли стон, то ли рев. Я дернулся, едва не сорвался, прежде чем понял, что это серый, сверху спрашивать, все ли нормально. Голова толстяка черным силуэтом торчала на фоне светлого квадрата неба, ставшей размером не больше салфетки. Порядок. Заорал я, и сам от себя чуть не оглох. Дна пока нет. Стена от наших голосов слегка вибрировала. Я буквально на нервах ощущал, как колышутся за ней огромные массы воды, прогибая металл. Решил про себя, что еще метров на семь спущусь и баста. Птичку до слез жалко, но я человек уже не молодой. Мамон пусть и небольшой, но собственный, так что надо трезво рассчитывать силы. С такими невеселыми мыслями продолжил пересчитывать ступеньки. И минуту спустя что-то вокруг изменилось. Думаю, дело в акустике. Акустика была там такая, сложно это описать. Звук уходил по шахте вверх и вниз, потом возвращался уже измененный, гулкий и затянутый, смешивался опять. А тут вдруг появилось ощущение обширного пространства, прям реально большого. Уж не знаю, какой орган чувства человека за такое понимание отвечает, но, как есть. А вскоре еще подул ветерком по голым ногам. Шахта закончилась. Теперь я висел, как блоха на стене огромного подводного бака. Куда ни глянь, луч просто уходит в черноту и не возвращается. Снизу тихо плеснула вода. Я разглядел на ней что-то белое. Мой коптер. Так, подумал я. По крайней мере, не утонул. Дребежащая подтвердила эхо. Воды на дне оказалось на удивление мало, сантиметров десять. Подождал, чтобы руки-ноги хоть немного перестали трястись. И подобрал аппарат. Корпус сухой, лампочка на брюхе мигает. Видать, когда он потерял управление, может, как раз из-за кучи железа под водой, то спустился и аккуратно встал на ножки. Повезло, что мелко. Заметно успокоившись, я стал изучать место, в котором мы с китайским другом оказались. Что сказать? Место оказалось странным. К стене возле лестницы была приклепана жестяная табличка с красными трафаретными буквами. Но от краски осталось так мало, что не прочтешь. Блок чего-то там. ЕРН номер пять. Я осторожно побрел вдоль стены налево, ведя по ней рукой и шаркая ногами, чтобы, не дай бог, не напороться на какое-нибудь стекло. И правильно сделал, потому что через двадцать шагов нога ухнула вниз, в дыру между прутью скрытой водой решетки. Обошел ее по краю. Дальше в стене открылось несколько больших воронкообразных раструбов, в основном забитых ветками, грязью и прочим дерьмом. Среди мусора разглядел чью-то помятую оправу тачков. Из любопытства я слегка отклонился к центру помещения, но далеко не ушел. Нащупал ступени, уходившие глубже под воду. То есть часть, впечатляющей размерами цистерны, оставалась затопленной, а акваланга я не прихватил. Пришлось вернуться к стене и переть дальше, рассматривая поднимающиеся из воды тут и там пучки толстенных труб неизвестного назначения, похожие на колонны, теряющиеся в темноте наверху. Время от времени в той части, где начиналась глубина, что-то негромко плескало и нутрино булькало. Спустя несколько минут впереди показалась приподнятая над полом дорожка, огороженная гнутыми перилами. Пропетляв по залу, она привела меня к мощной двери, какие обычно ставят в бункерах, только распахнутой и вросшей в пол. А за дверью начинался обычный бетонный коридор, до середины стен выкрашенный синей краской, из стыков плит которого сочилась струйками вездесущая вода. Все это наводило на мысли о затонувшей подлодке, на которой уцелел только один пассажир – я. Вдалеке за поворотом коридора горел электрический свет. Я выключил фонарик и проморгался, чтобы понять, не показалось ли. Но нет, и правда свет. Вода на дне бетонной кишки едва заметно блестела на вроде лунной дорожке. Еще нашла мелкой рябью, как от работы большого движка в недрах сооружения. В самом деле, без рабочих насосов тут все давным-давно должно было затопить. Сказал коридор. Я шарахнулся назад и чуть не полетел через перило, здорово ободрав поясницу, еле нашарил нужную кнопку на фонарике. Ничего, пусто. Гребанное эхо. Снова раздался звук, на этот раз из-за спины и более знакомый. Слов было не разобрать, но я понял, что это орёт сверху забеспокоившийся Серёга. Сколько я уже там торчу? По всему выходило, что прилично. Вот и решил, что увидел более чем достаточно. Я, знаете ли, вообще на такой контент не подписывался. По стеночке вернувшись к лестнице, сунул коптер за резинку плавок и полез наверх. Быстро, надо сказать, полез. По крайней мере, поначалу. И часто оглядывался, пока не выбрался на свежий воздух. Не стесняюсь доложить, что в какой-то момент мне стало в этом месте очень и очень неуютно. Наверху отмахнулся от вопроса Серёге, передал ему спасённый аппарат, сам перевалился в лодку и блаженно растянулся на дне, насколько хватило места. Скомандовал «Всё, брат, твоя очередь грести. С меня на сегодня спорта достаточно». Поплыли. И чем дальше оставался провал в воде, тем лучше было моё настроение, и ровнее стучал в груди моторчик. На берегу совсем отпустило. Там весело трещал костёр. На нём кипел видавший виды котелок с чаем. Всё так же, игнорируя вопросы, я начислил и сразу хлопнул стопку водки, следом ещё одну, и только потом пересказал свои приключения ребятам. Я в жизни наделал много глупостей и ошибок, но вот за эту конкретную мне стыдно в особенности. Думаете, надо было заметить, как разгорались по мере рассказа глаза у известного приключенца Эльдара и вовремя заткнуть свой болтливый рот? Даже спорить не стану. Но вышло, как вышло. Чего уж теперь. Охренеть! Вот же находка! От волнения Эльдар вскочил и, размахивая клешнями, заходил вокруг костра. Будешь то нашим рассказать. А то стареешь, мол, променял дух приключений на глушь шашландосы. Ха! Завтра надо прямо с утра на разведку. Фонари взять, батарейки, зеркалку, что там ещё? Ну уж нет. Тут же сказал Сергей. Он всё никак не мог отдышаться после гребли. Я пас. Это и понятно. Малый, он всегда был смышлёный. И вам не советую лезть. Добавил я. Заметив, что вообще не услышан, я со скрипом поднялся и подошёл к Эльдару, положил руку на плечо, заглянул в глаза этому маньяку. Правда, дружище, хреновая идея. Провалитесь куда-нибудь или током долбанёт. Да мало ли что. Мы вас даже вытащить не сможем. Может, туда канализация со всей округи стекается. Чего ты? Больших выгребных ям не видел. Давай лучше просто отдохнём, как планировали. Солнце, лето, рыбалка, девушка вот у тебя красивая. Куда тебя несёт? Да ладно, ты ведь не серьёзно. Эльдар вывернулся и продолжил вышагивать по поляне. Это же очуметь, как интересно, что там в том коридоре. Почему там до сих пор свет есть? Что это за конструкция вообще? Может, у нас ГЭС связано? Да ГЭС отсюда километров сорок. А рассудительно заметил серый. Я тоже согласен, что из интересного там можно только ноги переломать. Будет классическая заметка в местной газете. Из серии очередной тупой турист полез куда не надо и утонул. Ух, всплыло у меня в памяти. Я аж всего передёрнуло. Я обратился к Светке как к последнему средству. Свет, ты же умная женщина. Ну, скажи своему барану. И тут же понял, что помощи не дождусь. Дама сердца смотрела на барана влюблёнными глазами и отговаривать явно не собиралась. И то сказать, они два года назад вместе на Эльбрус ездили, восхождение делать, а до этого ещё куда-то. Два сапога пара. Короче, тут я просчитался. Так, ладно. Постановил я. Утро вечера мудренее. Давайте пожрём, а завтра как встанем ещё раз всё толком обсудим. Но мы ничего уже не обсудили. Вечер затянулся, включив в себя песни под гитару, обильные возлияния и купание голышом при луне. Не спрашивайте. Проснулся я, не сказать, чтобы рано, часов около одиннадцати, но Серый всё ещё мощно храпел рядом. Не считая этого, в лагере было тихо. Проглотив таблетку норафена и сходив поссать, я принёс разбираться с коптером. Запустил, сделал круг над поляной. Всё с машинкой оказалось в порядке. Я подключил её шнуром к телефону, чтобы перенести вчерашнее видео и почистить карту памяти. Потом запустил на телефоне плеер и ленивы долистал до конца, где аппарат, игнорируя команды, начал плавно спускаться в шахту. На экране замелькали ступеньки лестницы. Затем дрон со стуком приземлился. Картинка застыла. Винты прекратили истерично жужжать. Я снова погрузился в атмосферу странного сооружения. Падение редких капель, журчание воды, неопределённые гулки и звуки, похожие на вздохи металла, приходящие издалека, из тех тоннелей, где, возможно, продолжали работать какие-то механизмы. Видно, практически ничего не было. Фонарик на птичке не предусмотрен, а свет из люка до дна почти не доставал. Запись, судя по тайм-коду, длилась ещё минут десять. Потом умный аппарат сам перешёл в спящий режим. Я собирался было выключить видео, как вдруг из динамиков донёсся новый звук. Резкий такой всплеск и последовавшее за ним эхо. С похожим звуком, надолго задержавший дыхание, пловец выныривает на поверхность. Пловец, который потом с медленными влажными шлепками направился в сторону дрона. Я... застыл. Только бестолково теребил кнопку увеличения громкости, которая и без того была на максимуме. Шлепки, не шаги, были двойные. Шлёп, шлёп, пауза, шарк, что бы там ни было, оно не шло, ползло, волочилось, хлюпало. Камера слегка вздрогнула, динамик затрещал. Что-то прикоснулось к аппарату, а робко, как бы на пробу. Внезапно квадрокоптер поднялся в воздух и стал крутиться, показывая попеременно то квадратик яркого света высоко вверху, то стену с нечитаемой табличкой, то залитый водой пол. Хлюпающее сопение раздавалось теперь возле самого микрофона. Так мог бы, наверное, хрипеть больной гаймориду на последней стадии, едва не захлебываясь слизью. Наконец, аппарат аккуратно поставили на то же место, где он приземлился. Шлепки отдалились, плеснула невидимая вода. Я вспомнил, как дышать, только когда в глазах уже потемнело. И чуть не умер от сердечного приступа, когда позади что-то резко взвизгнуло. Это проснувшийся Серега расстегнул молнию и выбрался из палатки. «Доброе утро!» «Ты чё такой бледный, Паш?» А я понял, что же мне показалось странным в лагере, когда я только встал. Не тишина, это ладно бы. Вчера мы вытащили лодку подальше на траву. Помню точно, был еще трезвый. Больше ее там не было. Я как-то автоматически повернулся и посмотрел в сторону люка, ведущего в подводный резервуар, в котором, как я раньше догадывался, а сейчас знал точно, что-то было, и возле которого теперь покачивалась на волнах пустая лодка. «Твою мать!» Проследил за моим взглядом интеллигентный обычный Сергей и еще кое-что добавил сверху. «Без нас пошли, похоже, давно. Чё будем делать?» Я устало закрыл лицо руками, помассировал опухшие веки, тяжело вздохнул, хотя, если по чесноку, хотелось орать разное неприятное про Эльдара, мать Эльдара и всю его родню. «Что делать? Что делать? Хрен ли теперь сделаешь? Надо было добывать их оттуда, диггеров сраных, домотать домой как можно скорее. Причем не к тетке в Искитим домой, а вообще. Отдохнули, называется». Вот как на духу. При мысли о необходимости снова лезть в холодную дыру, руки-ноги натурально сводила судорогой, а на загривке шевелились волосы. Но оставлять ребятам одних было нельзя. Мать меня не так воспитывала. Вы, конечно, спросите, почему я выключил и спрятал в карман телефон, вместо того, чтобы показать видео Сереге. Ну, допустим, показал бы. И что бы это дало, кроме истерики? А мне требовалась подстраховка. Для начала мне пришлось сплавать за лодкой и подогнать ее к берегу. Мышцы тут же разнылись после вчерашних приключений. Конечно, я поорал немного в шахту, но в ответ услышал только собственный искаженный голос. Загрузились в лодку вместе с Серегой, заодно я чуть лучше экипировался. Запасные батарейки к фонарю, сандалию, чтоб ногам проще было, еще по мелочи. Когда подгребали к люку, Сергей неуверенно, но весьма храбро предложил лезть вместе. Я оценил порыв, но посоветовал ему подержу ей в лодке и гнать за помощью, если не вернемся через час. Про то, что с его туши он назад выбраться просто не сможет, и мне придется поднимать уже троих, я упоминать не стал. Да он и сам все понял, не дурак. Спускаясь, я делал остановки и подолгу прислушивался, не раздастся ли какой-нибудь звук. Например, знаете, резкий такой всплеск. Однако, было тихо. Внизу первым делом тщательно осмотрел пространство под люком, покричал в свете с эльдаром, но пустой бак оставался безжизненным и еще больше, чем вчера напоминал пещеру с искусственными сталагмитами из труб. Воды стало больше, ноги погрузились по щиколотку. Скорее всего, ребята ушли исследовать бетонные тоннели, как и собирались. Скоро я добрался до бункерной двери, за которой начинался коридор. Заодно обратил внимание, что дверная плита не просто просила и заклинила, а была наполовину сорвана с могучих петель. Такое мог сотворить, пожалуй, только взрыв или гидроудар. Пять минут ушло на то, чтобы собраться в кучу и сделать дыхательное упражнение, которое мне как-то посоветовала бывшая. Вдох, выдох. Помогло. Так, немного. Ну что, аул сраный, принимай гостей. Сказал я вслух, и тут же решил, что больше ничего говорить не буду. Очень уж противное там было эхо. Загребая сандалиями воду, добрался до первого поворота и осторожно за него заглянул. Коридор продолжался еще метров тридцать. Там разветвлялся на два, а до развилки справа и слева фонарик нащупал несколько простых железных дверей в стенах с окошками типа тюремных кормушек и номерами, выведенными краской по трафарету. Б-7, Б-6 и так далее. Отблески света стали отчетливее и вели в левый поворот развилки. Где-то там горела тусклая лампочка. Из интереса я подергал двери и только потом понял, что в проушинах для замка стоят здоровенные приджавевшие болты, еще и посаженные на сварку. Одна из кормушек была открыта, но, посветив внутрь, я не увидел ничего интересного. Стены в покоцанной плитке, какие-то большие бутыли, пучки труб с манометрами и свисающей изоляцией. Что-то типа верстака в углу. Добравшись до развилки, нарисовал на влажной стене стрелку, указывающую на выход. Да, маркер из Серегиного бардачка я тоже прихватил. Подозревал, что найду тут лабиринт. И смотрите-ка, кто оказался прав. За одной развилкой почти сразу последовала другая, затем третья. Некоторые заканчивались тупиком, закрытой дверью или переплетением труб с вентилями. А в одном месте пути вовсе преградила обвалившаяся потолочная плита, из-за которой клестали потоки воды. Вдоль потолка попадались аварийные светильники за толстым мутным стеклом. Но горел в полнакала хорошо, если каждый десятый, добавляя к нескончаемому журчанию воды свой болезненный жужжащий звук. Я старательно вандалил стены жирными стрелками. Версия, что мои горе-приключенцы попросту заблудились, становилась все больше похожей на правду. Мне бы шумнуть, позвать их. Но... что-то внутри останавливало. Не хотелось шуметь, и все тут. Решил, что пока поищу так. Почти в каждый коридор выходили двери. Овальные, с мощными затворами. Обычные, иногда просто пустые проемы. С номерами, с табличками и без них. На одной из приоткрытых дверей значилась смотровая. Меня это зацепило, потому что такое название ожидаешь увидеть в какой-нибудь больнице, а не в канализации. А еще там... горел свет. Казенного вида дверь громко заныла ржавыми петлями, открываясь. Внутри оказалось что-то типа лаборатории. Склянки, шкафы со стеклянными дверцами, кушетка, кислородный баллон. На обычном письменном столе горела лампа, согнутая так низко, что почти ничего, кроме самого стола, не освещало. Еще там стояли соединенные трубками баки вроде автоклавов, только большие, в рост человека. Я видел похожие в передаче кусто. В них отсиживались ныряльщики после глубокого погружения, чтобы не словить кессонную болезнь или как-то так. Еще они напоминали капсулы, в которых надо плавать в соленой воде, чтобы ничего не ощущать. Забыл, как это называется. Пошуровав фонариком, увидел в углу большую кучу мокрых тряпок, а сверху на них валялись советский фотоаппарат «Зенит». У самого такой был и что-то очень похоже на пластинку для вырывания зубов, какие носят дети. Я плотно закрыл дверь смотровой, прежде чем отправиться проверять следующий коридор. В полу, стенах и потолке встречались иногда круглые отверстия диаметром с тарелку, обычно зарешоченные, но не всегда, так что под ноги я смотрел внимательно. За одну из таких решеток, куда с шумом лилась вода, покрывающая пол коридора, зацепилось что-то яркое, кислотно-розовое. Я издалека понял, что это такое, потому что нет-нет, да и засматривался на светкану фигуру на пляже, но на всякий случай подошел убедиться. Это был верх от ее купальника, зацепившийся застежкой за решетку. Я хотел бы представить себе внезапный порыв страсти, настигший здесь молодых, в результате чего предмет одежды унесло водой. Хотел бы, но не смог. Где-то с этого момента я начал всерьез подозревать, что успехом моя спасательная миссия не закончится, но вернуться, не осмотрев оставшуюся часть комплекса, не мог. Сверился с часами, до момента, когда Сергей поплывет к берегу, сядет в машину и поедет в сторону ближайшей деревни, попутно набирая 112. Оставалось 30 минут. Я уходил все дальше и списал два маркера из трех, а коридоры только ветвились. Один из них стал круглым, превратился в сужающуюся до размеров кошки трубу, и мне пришлось долго возвращаться к предыдущей развилке. В другой раз я наткнулся на лифт и лестницу рядом, ведущую вниз в заполненную водой шахту. Светильники горели в ее глубине, намекая на другие затопленные этажи. Я насчитал минимум четыре пролета. На полу и стенах появились кораллоподобные наросты, об один из которых я чуть не рассек ступню, спасла подошва. И я оказался здесь не единственным вандалом. Трижды на стенах встречались корявые непонятные рисунки, сделанные какой-то бурой гадостью. Даже знать не хочу, чем именно. То ли иероглифы, то ли схема тоннелей, не разобрать. Плюс вот уже десять минут, как я отчетливо ощущал пятками вибрацию пола. Невидимые насосы, если это были они, исправно делали свою работу. Это смущало. Никак не мог выбросить из головы мысль, а кому же их тут обслуживать. Довольно скоро я бросил дергать двери и заглядывать в проемы, мимо которых проходил, ведь времени оставалось все меньше. Но перед тем успел насмотреться на комнаты без пола и потолка. На выпотрошенные электрические шкафы и массивные агрегаты, ряды выложенных плиткой купалин, словно в каком-нибудь санатории. Палаты с ржавыми кроватными сетками и ремнями для фиксации на них, уцелевшие таблички на дверях не добавляли ни капли смысла. Барокамера номер 14, вторичный отстойник, утилизация живой массы, кислородная станция. Плач и бормотание раздались из темного коридора ровно в тот момент, когда я злобно швырнул в очередной сток, ставший бесполезным последний маркер, и собрался было поворачивать назад. Голос светы, пусть тихий, я узнал сразу. Значит, Эльдар где-то неподалеку, слава богу, нашлись, сейчас выберемся. Я пошел на звук. От развилки водило три коридора, сначала сунулся в левый, но голос стал как будто тише. Выругавшись, вернулся на перекресток. Бормотание гуляло эхом, сложно было определить источник. «Светка!» крикнул я, наплевав на осторожность. «Свет, ты где?» Бормотание прекратилось, а потом из среднего прохода до меня донеслось слабая паша, и я ломанулся туда. «Свет, не молчи, продолжай говорить!» Я перескакивал через кучу какой-то слизи на полу. Луч налобника метался по сторонам, пытаясь определить, откуда шел звук. «Я иду!» «Ты где? Где Эльдар?» «Я... Я... Я... Нет, не знаю, я... Мы потерялись. Он пошел искать выход, и я очень замерзла, прямо как тогда в горах. Снег такой сильный, не выйдешь из палатки, все следы замело, все наши следы замело, наши следы, их нет, 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 нас теперь нет!» Голос становился все тише, превращаясь в то самое бормотание, что я уже слышал. Она бредила, возможно, от перехлаждения, но я уже обнаружил горизонтальный ряд воронкообразных отверстий в правой стене, достаточных, чтобы просунуть туда руку, но не более. Из них бежала вода, как отовсюду здесь, вентиляция, возможно, луч потускневшего фонарика терялся в глубине узких нор, голос Светланы доносился оттуда, никаких дверей, в этой стене коридора не было. Свет, ты там? Главное, не спи, слышишь? Не спи, раздалось из бетонной дыры. Не спи, не спи, но ведь, если очень хочется, хочется спать. Мне снился красивый сон. Зачем ты пришел? Ты кто? Я и сам давно продрог, но тут меня натурально пробрало до костей. Уж настолько слабым и мертвым был ее голос. Все интонации будто из него стерлись. Я Паша, помнишь? Пашка, мы вместе приехали шашлоки жарить. Я тебе помогу, подожди немного, скажи, Эльдар давно ушел? Дыра не ответила. Я прислонился лбом к холодной стене, чтобы отдышаться. Бесполезно, надо скорее искать проход в ней. Возможно, третий коридор. Эльдар давно ушел. Вдруг раздалось у меня над духом, гораздо отчетливее, чем раньше. Света будто очнулась, ненадолго пришла в себя. Нас унесло водой, и ты уходи, забудь, и начало створишься сам. Как все здесь. Потерпи, Свет, потерпи немного, я скоро обещаю. Развернувшись, я побежал назад к развилке, нырнул в третий коридор, распахнул первую дверь слева, ряды раковин душевая, метнулся дальше, вторая дверь, сука, не поддается, протиснул пальцы под стальной лист, потянул всем телом, сунулся в образовавшуюся щель. Помещение до самого потолка оказалось забито грязью, из которой торчали торцы каких-то пронумерованных контейнеров, не то, дальше по коридору, но фонарик разрядился окончательно, почти не давал света, и я едва не провалился в люк, перепрыгнул, с трудом удержался на скользком полу, который вдруг стал покатом, схватился за край открытого дверного проема и буквально затащил себя в него, без сил опустился на пол. Да лак, прошептали из темноты в метре от меня. Фонарик окончательно погас, и я сорвал его со лба, на ощупь откинул крышку и достал из кармана запасные батарейки. Все, 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 пробормотал я, загоняя их на место. Я тут, Светка, я пришел, все хорошо, сейчас домой пойдем, ладно? Там тепло, солнышко, согреешься, сразу водочкой тебе нальем грамм двести, и мне тоже. Фонарик никак не хотел включаться, чертыхнувшись, я достал батарейки, чтобы поменять полярность. Светка нащупала мою штанину и потянула. «Да-да-да, один момент, а с Эльдаром все хорошо будет, не волнуйся, он же спортсмен, мы сейчас спасателей вызовем, ты, ты чего делаешь?» Мою щиколотку сжали мягкие холодные пальцы и слабо куда-то потянули. Я защелкнул крышку, натянул фонарь на лоб и включил его. Со свежими батарейками после полной темноты все вокруг осветилось ярко, проявилось в мучительных деталях, как в операционной. Я сразу же заорал, а когда воздух легкий закончился, глубоко вдохнул и заорал еще. Светка была приклеена к стене рядом со мной, и я видел стену позади нее. Я видел, как сокращаются ее внутренние органы, как переваривает что-то кишечник, как бьется темный комок сердца в стекловидной грудной клетке. Ее распластанное по бетону тело стало почти прозрачным, желеобразным. Больше всего она напоминала ту декоративную аквариумную рыбку, у которой видны все внутренности, или модель для изучения анатомии человека. Прозрачными стали даже кости черепа, и сквозь ее заплаканное лицо я видел, как маленькие светящиеся создания напоминающие креветок, плавают в голове девушки словно в круглом аквариуме, отделяя длинными лапками и поедая кусочки того, что еще осталось от пульсирующего мозга. Я рванулся в сторону, и державшая меня за ногу рука света легко отделилась от тела, начала извиваться на полу, как какая-то глубоководная тварь, скручиваясь в узлы, игнорируя ставшие гибкими кости. Тогда я вскочил и побежал. Мне просто повезло выбрать нужное направление и не сломать шею куда-нибудь упав, потому что первые несколько поворотов я миновал, не замечая ничего вокруг. Перед глазами стояло только одно. Этот живой аквариум с креветками. В какой-то момент я очутился в большом бетонном зале, которого прежде не видел. Повсюду на его стенах и потолке блестели в луче света бесформенные шматки полупрозрачной слизи, внутри которых что-то ворочалось и жило. Я нырнул в ближайший проход и побежал снова, все так же не разбирая дороги. Затем меня вырвало и стало попроще. Я отдышался, доковылял до ближайшей развилки с огромным увлегчением, увидел на стене свою стрелку. Отправился туда, куда она указала, направо, направо, налево, прямо. Из бокового прохода раздался долгий металлический стон. Я помнил этот звук, так как совсем недавно его слышал. Там, в темноте, открылась дверь смотровой. Помнил я и влажные шлепки, направившиеся ко мне. Точно такие же были на видео с дрона в моем телефоне. В том, который я выронил где-то во время своего бегства, потому что в кармане его больше не было. Но сейчас было не до этого. Убегать я пока не мог, страшно кололо в боку, срывающееся дыхание напоминало звериный хрип. Привалившись к стене, я вынул из ножен финку своего деда, ту самую, которую всегда беру с собой. Прихватил и на этот раз, когда готовился к спуску. Я взял нож двумя руками, выставил дрожащее лезвие перед собой и стал ждать, когда источник шлепающих звуков выйдет на свет. Не думаю, что когда-нибудь еще в своей жизни, сколько бы бог мне ее не отпустил, я смогу испытать ужас подобный тому, что ощущал в тот момент. Наконец, оно появилось, двигаясь гораздо проворнее, чем можно было ожидать от существа, схожего с медузой. Однако, в облике урода все еще угадывался человек, и пусть черты лица разнесло в стороны по его раздувшейся верхней части, карий глаз и уехавший на сторону нос с горбинкой, были мне хорошо знакомы. Поэтому меня снова чуть не стошнило, когда я увидел, что ворочается и зреет в его полупрозрачных кишках. Чем бы ни был процесс, овладевший моими друзьями, Эльдар прошел по нему гораздо дальше света. Когда Эльдар приблизился, я вонзил в него нож, целясь сердце, или в то место, где оно раньше было. Лезвие вошло по рукоятку, не встретив почти никакого сопротивления. А потом вошла и рукоятка, и моя рука тоже провалилась в податливую плоть. Тут же сотни мелких зубов созданий, населивших Эльдаров пились мне в кожу, а сам он придавил меня к стене. Хлынувшая из туши слизь забила нос и рот, не давая вздохнуть. Поняв, что сейчас просто утону и стану пищей для косяка жутких монстров, я как бешеный рванулся вперед, прямо сквозь Эльдара, и через секунду обнаружил, что свободен. Не оглядываясь, побежал к выходу, молясь, чтобы не пропустить ни одной мычания позади меня, какое издают иногда немые не оставали. Напротив становились ближе, раздавались прямо за спиной. И черт, я действительно думаю, что оно пыталось мне что-то сказать. Я победно закричал, когда увидел впереди настоящий солнечный свет и вывалился в уже знакомую цистерну, но тут что-то гибкое и влажное обвилось вокруг шеи, холодным слюнявым поцелуем ткнулось в ухо. Я отбросил прочь белесый жгут с подобием присосок на конце, рванул на свет к лестнице, не останавливаясь, не думая, и вспомнил самый последний момент. Собрал остатки сил, оттолкнулся и на удачу прыгнул вперед, перелетая через скрытую под водой дыру, в которую чуть не провалился в свой первый спуск. У меня получилось. Я закачался, пытаясь сохранить в положенном краю дыры, а Эльдар, хотя, наверное, стоит прекратить его так называть, верно? Что ж, он, оно, это непрочное создание, оказалось прямо на решетке, закрывавшей дыру, и буквально стекло в нее, как студень в сток раковины, медленно, будто нехотя, распадаясь на желеобразные комки, оставив трепыхаться на решетке тварь, что росла в животе моего покойного друга, слишком крупную, чтобы тоже провалиться вниз. Нечто сегментированное, со множеством лапок, отдаленно напоминающие мечи хвоста, но без хитина, отвратительное, голое, членистоногое, я поднял ногу и с наслаждением раздавил эту мразь. Сверху раздался обеспокоенный крик. Серега звал меня и спрашивал, вызывать ли ему ментов. Знаю, вы не поверили ни единому слову моего рассказа, как и менты, приехавшие на бобики спустя час, как следователь, допрашивавший меня, и фельдшер, проводивший медицинское освидетельствование на предмет внезапно начавшейся белки, и еще какой-то самодовольный черт, приезжавший из области на разговор. Я не знаю, правда ли то, во что превратился Эльдар, пыталась позвать меня по имени в тех тоннелях. Не знаю, действительно ли, уплывая с Серега от люка, мы заметили в воде преследующей лодку полупрозрачные сгустки, или то были блики солнца, а скотина серый наотрез отказывается это обсуждать. Но там, внизу, я видел то, что видел. И хотя официальная версия гласит, что двое туристов отправились на свой страх и риск исследовать заброшенное водоочистное сооружение, да так в нем пропали без вести, читая утонули, моя правая рука, побывавшая внутри студня, стала рябой от множества мелких точек, плохо слушается и до сих пор ноет перед дождем. А вот ради чего я тут битый час распинаюсь. Этих штук под водой было много, знаете ли, и сдаются мне, я все же глотнул тогда немного проклятой слизи. Прошло два месяца, и я начал пить больше воды. Выкинул угольный фильтр, потому что только вода из-под крана утоляет жажду. Я не дурак, когда принимаешь четвертую за неделю ванну, когда перед глазами то и дело рояться извиваясь мушки, а при выходе на яркое солнце под кожей начинается нестерпимый зуд, поневоле задумаешься. Я потратил все накопленные дни и взял на работе длинный отпуск. Выхожу из дома только в пасмурную погоду, надев плащ, и, похож, должно быть, на маньяка. Пью антибиотики и антигельминтные таблетки. Через месяц, надеюсь, я вернусь к нормальной жизни. А может быть, просочусь сливное отверстие и отправлюсь в путешествие по трубам к своему новому дому. Признаюсь, мне очень страшно. Ну, а вы не пейте воду из-под крана. И, бога ради, будьте осторожнее с купанием в водоемах. Понравилась история и моя озвучка? Что ж, тогда не забудь подписаться, поставить лайк и посоветовать это видео друзьям. Кстати, как ты мог заметить, фоном я вставил как раз примерно те места, о которых говорит автор. Да, между прочим, ссылка на страницу Чейнса будет в описании. Заходи, читай его истории в тексте. Ну и, конечно, не забывай про мой Бусти, ссылка на который тоже есть в описании. Там ты найдешь аудиоверсии истории в раннем доступе. Периодически там я провожу стримы с озвучками и время от времени публикую контент, которого по тем или иным причинам больше нигде не будет. Ну что ж, а на сегодня у меня все. Скоро увидимся. Не переключайся. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok